Девочка-пай Я работаю разработчиком-исследователем в отделе развития антиспан-технологий в лаборатории Касперского. Я увлекаюсь информационной безопасностью с 2013 года. То есть я поступил в университет осознанно на информационную безопасность. В процессе учебы у меня было несколько исследовательских проектов, связанных с безопасностью критической инфраструктуры. Но впоследствии я пришел к тому, что мне больше интересна тема разработки в области информационной безопасности. Я начал знакомство с практической безопасностью с сетев соревнований. В первом соревновании, в котором я участвовал, я с командой занял второе место. Знания, которые я получил в рамках сетев соревнований, мне, безусловно, очень помогли. Мое выступление было посвящено email-мошенничеству. Я рассказывал про технику спамеров, которая используется для подделки электронных писем, про email-спухинг. Основная идея данного доклада была рассказать людям про то, как спамеры могут легко подделать сообщения, даже с учетом того, что работают несколько механизмов защиты от спухинга. Злоумышленники активно пользуются уже техникой, про которую я рассказывал в сегодняшнем докладе. По нашей статистике, в день приходит к нам около тысячи срабатываний по данному типу техники. Никто не застрахован от получения подделанного письма, в том числе с различными видами мошенничества. Обычным рядовым пользователям электронной почты такие сообщения приходят крайне редко, даже если лицо довольно публичное. В основном это все направлено на корпоративные системы. Что самое плохое может случиться, это, если пользователь получит письмо, подделанное якобы от имени генерального директора или топ-менеджмента, с просьбой перевести определенную сумму денег, то, естественно, есть шанс, что пользователи это сделают. Особенно если он относится к бухгалтерии или также к высшему менеджменту. Технологии защиты, которые используются, они действительно проверяют определенный уровень информации в электронном письме. Но при этом они не учитывают опциональные поля, которые спамер может легко подделать. И, соответственно, они никак не проверяются. Это не связано с эффективностью спам-фильтров, это больше связано именно с той архитектурой, которая была заложена в почтовые сервера и в почтовые клиенты. То есть в почтовом клиенте даже подделанное сообщение, если оно пройдет, оно может отобразиться так, что у пользователя не возникнет вопросов. И в этом самая большая проблема. Отдавать предпочтение какому-то сервису не стоит, потому что у разных сервисов могут быть проблемы абсолютно разного уровня. В первую очередь, что следует, это обратить внимание на стиль написания. Потому что зачастую, если люди знакомы между собой, они сразу поймут, что стиль отличается. И спросят, возможно, позвонят, чтобы уточнить, что он имел в виду и почему он так написал. Что еще можно сделать? Это в случае подозрения на то, что письмо подделано, можно открыть свойства письма и посмотреть несколько служебных заголовков. Обычно, если отправляют письмо, где просят перевести определенную сумму на счет компании, всегда стоит позвонить, уточнить, действительно ли это так. И, возможно, чтобы не вызвать какие-то подозрения у лица, который отправил, задать дополнительные вопросы. Скорее всего, будут активно развиваться спам-ботнеты, зараженные компьютеры, которые будут рассылать спам. То есть в настоящий момент есть несколько активных ботнетов, которые генерируют миллионы сообщений в день. Злоумышленники всячески пытаются наращивать данные мощности, используя для этого уже существующие ботнеты, но добавляя в них новый функционал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова